Друзья, всем привет, всем привет! Вы на канале Пиротская жизнь, а мне как всегда Нина и Владимир. В общем, у нас вкусный обед, такой вкусный-вкусный обед. Я еще вот вчера яблоко не съела, хотела съесть яблоко, не съела. Вот так вот поужинала, так и все, только водичку села. Вал, вчера и грушу съела, и яблоко, и кваса напилась, в общем, короче, это трос, читмилился. А я вот, скажем так, держалась. Да мне что-то даже не хотелось, на самом деле. Так, открываю очередную банку с мятоланой. Смотрите, смотрите, я даже не буду ее... Плиззывать. Давайте я вам заставку. Не, немножко лизнула. Ладно. Видите, не сдержалась. А, сорвалась диета. Блин, как мне прикалывают люди, которые меня ругают за ложку картошки, при этом не замечают, как они жрут еще больше, чем я. Вообще, блин, а что так густая? Может, 10 процентов? Такая густая. Вообще, что бы ты спрашивала. Да-да-да. Так, в общем, распаковала очередную банку с мятоланой. Хорошая такая смятоланка. Домик, деревня. Вот, и здесь, знаете, калории, и сколько у нас всего? 118 калорий. Вот, пол-ложки сколько там, 20 грамм. 20 грамм, 20 грамм. И мой вкусненький, куриный, бельковый суп. Ли-ля-ля-ля-ля. Все, приятного нам вам аппетита и хорошего настроения. Сейчас у нас все головы болит. Не знаю. То ли, по-буду мне, то ли что. То ли из того, что я вчера вообще... Сколько у меня сейчас? Вот у меня сейчас перерыв. Вчера, получается, 10 поели вечером. 22, 6. Даже сколько? 22, 6. 24 минус 6. 16. 18 часов. Вот. 18 часов я пила такую воду. У меня перерыв. 18 часов. Вовка вот немножко там кое-что кушал. Ну, в принципе, не так уж и много. А я, получается, только воду пила. У меня перерыв. Сейчас уже у нас 4 дня. Мы обедаем. Вот. Так что, вот такие дела. У меня такие длинные, длинные, длинные перерывы. Для этого и голова разболела. Вкусно. Так. Ну, хлеба поесть, не поесть. Что-то не хочется, знаете. Даже хлеба не хочется. Вроде как надо, но... Не хочется. Маку съесть, но не буду. В принципе, я вам сейчас тоже бы даже, может, не ела. Надо поесть. Хоть что-то. Обожаю супы. Супы из моих ся. Сейчас достала говядину. Будем веще говядину делать. Потушим ее. Типа как безстробанную делаем. Хочу только растушить ее. Получше. С луком побольше. Кстати, вот я смотрела недавно. Знаете, как делали? В луковом соусе. Какой там? Я тут понимаю, там просто побольше лука. И прям потушили. И, по-моему, даже не с морковью делаю. Лук же он хорошо так разъедает. Болока. Да? Вот так. Вот так он. Блин, опять едем. Горошки, да? Ага. Что я накидал так много? Козьи. Козьи какашушки. Ембар получше что-нибудь. Да. Паштет себе делаешь. Сейчас теперь включим. Что там интересного? Ничего. Ой, нет. Тебе страшно такой канал включать. Ой, я уж не уже включу. А сейчас будет. 1700. Посмотри, как он закончился, и все. И как-то. Ну и что? Выиграл, не выиграл. А-а-а. 21 600. Не хватило. 21 600, 21 400. 99. Не хватило. А, 39. Блин, вообще разница. Смотри, ну. Ну и все прикольно. Не хватило ему. 200. Блин. Но хотя с другой стороны, он же поставил 111 рублей. Если бы он даже вообще ничего не поставил. 1 рубль. Все равно вам программа. Там получишь 20 600. Вот так вот. Блин, интересное чувство. Знаете, не думать про еду. Раньше почему-то одни мысли были про еду. Что поесть, что приготовить. Ой, что бы я вот съела бы. А сейчас, знаете, вообще мысли как-то перестроились. И ничего не хочется. Да нет, хочется, но такой, состояние немножко веленькое. Вот белок-то и ушел. Куриный. Тоже боялся, что выкидывать придется. А так нет, нет, ушел. Ты боялся. И что, вкусный суп? Очень получился. С белком. Обалденно. Многие считают, тюре-тюре. Ничего не тюре. Если вам такой не нравится вариант, сделайте блинчик. Порежьте его. И будет мало как с лапшой. Что я уже наелся? Блин, такое необычное чувство, когда ты вот наедаешься. Раньше могла столько съесть и дневно естся. А сейчас несколько ложек, и ты уже с этим. Класс. Ну, в каком-нибудь Таиланде, конечно, с таким суперспособностью не очень будет. Потому что там порция, вот такие приносит. Там получается по одной порции заказать, да? И все. Просто делить ее пополам. А, там большие. Вспомни рис. Помнишь, мы заказали? На острове. Рис, помнишь? С креветками, с курицей. Просто вот тазик нафиг приносит. Не так. Блюдо. Он у меня блюдо, в которое я там фрукты выкладываю. Всякие там шашлыки и прочее. Вот такое второго. Просто это вот блюдо на одного. И это считается средняя порция. Мне страшно представить, какая большая. Заноси два. Сразу принесут что-то. Заноси. В Америке, кстати, тоже очень большая порция. Я еще раз смотрела, короче, там. Я вижу 300 килограмм. И вот они как всегда едут. Как всегда едут. И да. Ты можешь себе представить? Это твой последний пургер. Девочки, надо отметить. Мне двойной. Короче, они вчера взяли какие-то куриные палочки. В кляре, как я понимаю. Вот. Короче, взяли этих куриных палочек. Три порция по шесть штук. Раз. Во-вторых, они взяли еще какой-то там, не знаю, какие-то, не знаю, то ли бургеры, то ли еще что-то. По бургерам. Три штуки тоже взяли. И еще к этому всему им добавилось три колы. Большие. Да. И еще три картошки. То есть там вот эта прям порция. Или вот картошка прям вместе с этими палочками идет, по-моему, да? И знаете, сколько они за это платили? Тринадцать долларов. Тринадцать долларов. Понимаете? Тринадцать. Тринадцать долларов в наше время это, ну, чуть больше тысяч рублей. Слушайте, у нас... Я бы тоже, может быть, за тысячу рублей бы так бы обжиралась. Причем это на проекте. Там очень, говорю, дешевый фастфуд. Поэтому как-то... Они вот, они и едят вот так ненормальные. Тринадцать долларов. Вот за все вот это. Это на трейдере заказали. Он недешевый. Как у нас бешеный. Я говорю, я вообще удивилась. Она говорит, нам вот это, вот это. Вот рядом сюда. Девять. Скажи, сейчас еще лучше кем. У тебя там. На. Это убирай. На. Вот это дешевая еда. Вот они так все и полные. Причем у нас, чтобы быть полным, нужно очень хорошо зарабатывать. Чтобы все это все позволить. Не, ну, конечно, там макаронами с сосиской можно сам дешевым, конечно, тоже закидывать, но... То же самое фастфуд у нас не может быть столько стоить. У нас тут они с рипсы или что там. В Киевсе там 200-300 рублей стоят. И там три штучки, а. У нас все дома. Не шесть. Даже это химия. Ну, а. А тут они прям огромный такой сет на троих. Блин, тринадцать долларов. Ну, это, может, поэтому у нас, кстати, уменьшит воздух. Вот так вот. Вот это все. Маличек. Мне кажется, нужно все есть. И яблоки, и углеводы. Это называется сбалансированное питание. А все диеты, они в основном разбалансированы. Все, на него. Там все яблоки погружу. Аксмир. А что он? Фишка в том, что там такие полные люди считаются инвалидами. Ну да. А она хорошая пособие получает. Да. Поэтому у вас тут они там дешевые. У нас такие люди считаются. Такое ощущение, как будто их специально раскармливают. Как обычные люди. Да. Чтобы они просто были толстые, безвольные и все. Потому что та же самая органическая еда у них очень дороже стоит. Тоже органическим мясом, там, овощем. И вот им прививают, мне кажется, вот эти вот неправильные. неправильные пищевые привычки и прочее. Это не только это. Там еще много чего. Хватал маленьких. Ммм. Все же. Все, подоелся. Хочем бы ничего. Так, похватал маленьких. Он рад у меня сейчас не на этом. Каждый день, знаете, я как-то встал, сходил в туалет, за весами, проверился. Голенькой. Это вдруг там лишний 100 грамм. Каждый 100 грамм научается. Все такое. Да. Ну и не стоит вот это. Воду пью, как конь. У нас, кстати, уже заканчивается. Полгутоки так осталось. Но только недавно, неделю-две назад. Хотя нет, даже меньше двух недель. Полторы недели назад заказывали. Так. То есть уже, вон, смотри, карикет. Они там все это заказывают. Ну, какую-то еду она там заказывает. Ну, она вообще дрыщ. Она жрет там столько все. Вообще не толстеет. Вот. И этот... Смотри, вот она заказывает там здоровую вообще порть. Просто капец. Огромное количество сладостей. Там, знаете, там, соусы вот эти вот все. Там, визировки вот это вот запивают все. То есть там культ больших порций получается. Это не просто у нас вот. Придешь в какой-нибудь это ресторанчик. Тебе принесу такую. Как будто кого-то вырвало в тарелку. И все. Еще раз машет. Да. Еще так по всей тарелке. И это называется блюдо высокой кухни Мишлен. Вот так вот. Хотя такой внешний вид, как будто кого-то вырвало. Кого-то ста, что ли. Вот так вот. Бедный парень. Рак что? Он попал и рак, да. Блин, как так вот, да? Маленькие дети. Как в чём фильме-то? Это тарел. Чё? Бинафта. А-а-а. Все равно, кстати, ну, все равно смотреть. Досмотрели «Аватар». Мои сейчас смотрите. Екатерина. Прививка от Оску. Царская прививка. Царская прививка, наверное. Ну, короче, там про период, когда это... В России глава. Да, да, да. Ну, там хотя бы Екатерина играет нормальная актриса. Ирина Пегова. Которая, ну, такая вот бородная, скажем так, как сама Екатерина была. А то, когда я увидела боярскую в виде Екатерины, ну, блин, смех играет. Ты её только утвердил, да? Ну. Я бы килограмм так 20-30. Хорошо, в ранние годы боярская могла ещё Екатерина играть. Ну, скажем так, не в возрасте. Скажем так, когда она была, это... Когда она только была, это, как её... Молодой ещё. Имя-то у неё. Фике-фике. А вот туда. А вот когда уже, извините, у меня... Нет, Пегова прикольно. Руть такая там. Федер, мы даже увидели, показали сиську. Мы даже не скрафт прокрутили. Но мне кажется, всё-таки была не она. Мне кажется, дублёрша была. Есть такая фишка у звёзд. Они это дублёрши нанимаются, чтобы там часть тела показывать. Некоторые стесняются. Так, ну там прям сиську показали. Вот так вот. Блин, так хорошо вчера походили. Я, конечно, устала вообще вчера. Жуть. Ну, я прям чувствовала себя героем. Чего я прошла. До дома. Да. Круг сделал. Фигаси, круг-то, блин. Такой, блин, круг-то. Причём, знаете, это... Потом уже, когда шли, у нас сейчас бельнику всю... Это... Раскопали. Всё оградили. У нас же это метро здесь строят. И хрен пройдёшь вообще, напрямую. И приходилось там в обход обходить ещё там, в горочку вот эту мою нелюбимую. Я уже такая в ванну... Пограмотись. Брось меня! Брось меня! Я уже иду, у меня нога отваливается. Да, да, да. Коленка болит. Ну, ещё полезла поглядеть, как-то на метро строится. Да. Мне там чуть охранник не выбрали. Убрайся меня! Ну, я дошла. Я прям рада. Хотя этот уже на последнем этапе пытался сесть в маршрутку. Я тебе предлагал. А что я? Это тебе не видно, да? Как ила. Ладно. Ребяточка, всем хорошим настроением, не болит, не скучайте. Кушайте так, как вам хочется. Если хотите похудеть, ну, ешьте чуть поменьше. Ну, чего похудеете? А то больше двигайтесь. Да. Меньше. Ви, дра, не ешьте. Да. Лучше пол. Тогда будет нормально. Тогда и вес будет уходить, и настроение будет нормальное. Не надо будет у меня там. Ну, всё. Просто я говорю... Вот я раньше, я просто, знаешь, вспоминаю, когда мы ели там те же самые макароны, у нас же есть вот эти вот тарелки так глубокие. Понимаете, я вспоминаю вот так, и берёшь тарелку, она тяжёлая такая, сидишь, ешь, ешь, ешь. Я сейчас думаю, блин, какое могло столько съесть вообще. Тут реально вот прям на семью из четырёх человек на неделю. А я это всё за раз сжирала. Ещё с жирным, мясом, подливка. А Ванна до сих пор так жрёт. Где? Обычно. Я тут макароны, короче, варила на днях. Там макарошка. Он говорит, что-то как мало-то. Я говорю, нормально, они сейчас разварятся. Потом разварилась, более-менее нормальная порция была. Ну, конечно, она не такая с горой, как он любит. Короче, он так на меня ругается. Не докармливаю. Поэтому, видите, вот целая тарелка колбасы. Я съела один рулетик. Ты мясо не докладываешь. И всё, он добивает колбасы. Да. Просто пора его тоже, знаете, девочки, кольнуть и всё. Чтобы он потерял вкус к жизни. Как и я. А чего я одна страдаю? Правильно? Но. Я специально ложусь, когда ты заснёшь. Чтобы боиться, да. У тебя ума хватит, блин. А там и не почувствуешь, как комарик укусил. Расскажи, комарик укусил. Да, да, да. Сколько у тебя. Ладно, всех любим, всех целую. Всех хорошее настроение, болеть, не скучать. Всех хорошее настроение, увидимся. Пока-пока.